Перед началом ролика хочу напомнить о существовании группы моего канала ВКонтакте. Там я часто пишу информацию касательно видосов, ну и там вы еще можете узнать тему следующего видоса на канале еще за несколько дней до его выкладывания. Одним словом, подписывайтесь, следите за группой и ни в коем случае не пропускайте новых видео. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Джейкоб. Сегодня я бы хотел поговорить о учебе и о ее пользе. Это рубрика Накипела, поставьте лайк, ну а я начинаю. У каждого свои представления о учебе. Для кого-то это получение новых знаний, для кого-то вещь, без которой нельзя, блин, прожить. Но для меня же учеба это просто не больше, чем пустая трата времени. У меня много мыслей касательно этой темы и все я не смогу уместить в этом видео, поэтому просто постараюсь обосновать свое мнение касательно вот этого, блин, всего. Школа это место, которое для многих школьников ассоциируется с адом. Пусть школа это и не самое страшное, что может быть, но ее полезность практически не занимает никакой ниши в нашей жизни. Это по сути конвейер, который превращает вас в робота, который запрограммирован на какие-то функции, не более того. Безусловно, да, школа дает фундамент знаний. Добавлять, отнимать, умножать и делить это должен уметь каждый, поскольку это занимает неотъемлемую часть нашей жизни. Но все, что начинают преподавать за пределами 5-6 класса, это просто ху**а тучи бесполезной информации, которые вас заставляют учить и запоминать. Хотя пройдет время и вы ее попросту забудете, так как она вам будет, ну, тупо нафиг не нужна. Я отучился все 11 классов школы и могу сказать, что из всей информации, которую нам преподавали, в голове отложилось каких-то, блин, несчастных 5%. Я рад, что хотя бы где-то в классе 8-9 я одумался и начал забивать на дмашку, потому что понял, что это просто дичь-дичайшая, которую я не то что не могу понять, а в принципе мне это не интересно. В этом и проблема обучения, нас учат запоминать, но не понимать и, блин, кто бы как что там не говорил, но, блин, это правда. В моем классе было много учеников, которые просто зубрили какую-то тему, получали по ней хорошую оценку и спустя время благополучно забывали выученную инфу. Эм, в чем смысл? Получить оценку, так я приоткрою занавес тем, кто в танке. Оценки в школе, по сути, не имеют никакого приоритета. Это просто отметки в журнале. Главное, что играет хоть какую-то роль, это то, как вы сдадите ЕГЭ, ну или же ЗНО. То есть, в принципе, вы можете полностью забить на учебу, главное просто подготовиться к экзаменам и сдать их хотя бы на минимальный балл. Все, вот вам весь смысл школы в двух словах. Когда я был в школе, мне в какой-то мере было даже тупо жалко отличников. Сидеть вот так вот часами, читать и учить информацию, которая в вашей жизни, по сути, не будет играть никакой роли, это, блин, это просто какой-то идиотизм. Каждый человек должен иметь какое-то хобби, увлечение, которое ему будет нравиться. Зачастую у тех, кто старается хорошо учиться, по сути, не остается времени на свое увлечение, потому что они в приоритет ставят учебу. И что бы вы ни говорили, я считаю, это неправильно. Как правило, именно в переходном возрасте человек находит свое увлечение и формируется как личность. Просто огромное количество людей, которых сейчас ставят в пример и которые имеют мировое признание, это зачастую те, кто по максимуму вкладывался в свое увлечение. Ведь что может быть лучше, чем заниматься тем, что тебе нравится и к чему лежит твоя душа? Вы только представьте, сколько сейчас в мире людей, которые не могут раскрыть свой талант, потому что у них не хватает времени из-за каких-то типичных факторов, типа школы. Может я в какой-то мере утрирую, но, блин, так нельзя, так устроен мир, что если человеку нравится что-то делать, он полностью вкладывает свою энергию в это дело, то только так он достигает успеха. И, блин, никак иначе. Я бы мог долго еще размышлять на эту тему, но я думаю, что, пожалуй, на этом стоит остановиться. Одним словом, если у вас есть какое-то хобби или увлечение, вы чувствуете, что это вам нравится, то продолжайте двигаться в этом направлении и пусть вам ничего не помешает. Вы сами можете не подозревать, но, возможно, в будущем это вам принесет мировое признание. Пишите в комментариях, есть ли у вас какое-то хобби и нравится ли вам учеба, сможете ли вы совмещать хобби с учебой, мне будет интересно почитать ваши комменты. А с вами был Джейкоб, это была рубрика Накипела, спасибо всем за внимание, всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»